Добрый вечер! Итоги этого понедельника, 27 ноября, подведем вместе в студии Олеся Роженцова. И вот главные темы. Будут чувствовать себя, как рыба в воде. Рыбоводческие хозяйства региона теперь могут претендовать на новый вид господдержки. Есть поддержка. На приобретенный рыбопосадочный материал им дают компенсацию. Поверить в себя за полтора часа. Впервые в Новосибирске с мотивационным шоу выступил Ник Вуйчич. Хочется многого достигать точно так же, как он. Потому что это просто позитив, это мотивация. Алтайбаскет провели серию домашних игр в рамках Суперлиги 2. Прервали ли подопечные Ромульдаса Петрониса серию из трех поражений подряд? Два игрока у нас получили травмы. Сегодня мы играли практически в петербург. Теперь будут чувствовать себя, как рыба в воде. Новый вид господдержки скоро смогут получать рыбоводческие хозяйства региона. Как это будет способствовать развитию отрасли в крае, расскажет Вадим Слюсарев. Они разводят рыбу в искусственных условиях. Заводским способом хозяйство «Маяк» выращивает рыбопосадочный материал. Такая практика уникальна для Сибири. Но разведение рыб на этом производстве сейчас нерентабельно, признается директор хозяйства Геннадий Снежко. Большая часть продукции уходит за пределы Алтайского края. Для развития нужна финансовая поддержка, которой у «Маяка» нет. Вот и смотрят на другие регионы с завистью. У них есть поддержка. На приобретенный рыбопосадочный материал им дают компенсацию. Поэтому они едут к нам. У них производство рыбопосадочного материала в Новосибирске есть, конечно, но недостаточно. В других регионах нет, но есть поддержка, которая стимулирует, чтобы они к нам приехали даже за 400-500 километров и купили рыбопосадочный материал. Возмещение затрат для хозяйства региона теперь предусмотрено в новой программе развития рыбохозяйственного комплекса Алтайского края. Программу разрабатывали несколько лет. Ее реализацию уже обсудили на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Она нацелена на рациональное использование и воспроизводство рыбных запасов. Главное достижение новой программы – возмещение рыбохозяйством 50% от общей суммы затрат. Также в программе забито то, что можно будет компенсировать часть затрат процентной ставки на приобретение оборудования, холодильных установок. Программа уже вступила в силу и пользователи рыбохозяйственных комплексов могут отправить заявку на предоставление субсидий, в том числе и на покупку рыбопосадочного материала. И здесь можно взять пример соседних регионов и брать личинки рыб на алтайских хозяйствах, тем самым сделав рыбопроизводство края вновь рентабельным. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс, Новости. Полмиллиона гостей из 124 стран посетили крупнейшую выставку сельхозтехники в Ганновере. От Алтайского края свои сельскохозяйственные агрегаты представила компания «Велес». О том, как прошла выставка и каких результатов достигли алтайский производитель, расскажет Дмитрий Бутков. Агритехника 2017. Ганновер. Эта крупнейшая международная выставка каждые два года проходит в Германии. Польша, Чехия, Швейцария, Россия. На выставке собрались лучшие производители сельскохозяйственной техники из 52 государств мира. В их числе и алтайская компания «Велес», которая впервые выставляет свою технику на этой выставке. Здесь на мировой выставке мы участвуем первый раз. Видим большой интерес к нашей технике. Подобную технику используют по всему миру фермерские хозяйства. Здесь, в Ганновере, команда «Велес» представила секции пружинных средних и тяжелых барон. А также свой популярный агрегат – прицепную дисковую борону БДП-7. Год назад это сельскохозяйственное орудие стало лауреатом конкурса «Лучший алтайский товар года». Сегодня алтайские агрегаты работают на полях России, Казахстана и Киргизии. А после выставки «Агритехника» ведутся переговоры о поставке первой техники в Европу. Мы уже видим живой интерес к нашей технике как от фермеров, так и от потенциальных дилеров. Причем интерес проявляют не только жители европейских стран, таких как Германия, Австрия, Швеция, Франция, но и были посетители США, Канады и даже Австралии. Все отмечают очень высокий уровень качества нашей техники. Техникой алтайской компании «Велес» заинтересовались посетители выставки из Ирландии, Италии, Польши, Болгарии, Германии и Швейцарии. В компании уверены, что весной следующего года техника компании «Велес» будет бороздить просторы европейских полей. Правительство России и экспортный центр сегодня поддерживает экспорт отечественной сельхозтехники за рубеж и выделяет на ее доставку субсидии. Сейчас компания ведет переговоры о поставках бараны на Балканы. Дмитрий Бутков, Новости. А сейчас к оперативной информации. 32 огнеборца тушили сегодня пожар на Барнаульском шинном комбинате. Горело складское помещение. По данным главного управления МЧС России по краю, в данный момент возгорание ликвидировано. В тушении участвовали 32 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Повреждены стены и напольное покрытие. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Итоги краевого губернаторского марафона «Поддержим ребенка» подведут в Алтайском крае. В этом году в рамках акции собрали рекордную сумму. Напомню, марафон стартовал в регионе в 2009 году по решению губернатора Александра Карлина и стал одним из самых масштабных совместных проектов власти и Российского детского фонда. За 8 лет в рамках марафона собрано 94,5 миллиона рублей. Деньги направляют на адресную помощь больным детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сложные операции и курсы оздоровительной реабилитации. Глава попечительского совета марафона «Поддержим ребенка» Яков Шойхет отметил, в этом году помощь получили больше двух тысяч детей. Их хорошо так? Общее число их 2264. То есть такого количества нам за год не удавалось, конечно, еще оказать помощь. То есть оно живет. И самое интересное, что практически каждый день обычно мы собирали значимую сумму во время марафона. А вот марафон еще не состоялся, а уже 14,5 миллионов собрано. Прямую трансляцию отчетного концерта марафона смотрите завтра в эфире нашего телеканала. Начало в 11 часов. А вот как часто жители края принимают участие в подобных благотворительных акциях и в целом насколько важно помогать тяжелобольным, мы узнали мнение барнаульцев. Это очень важно. Почему? Ну, потому что дети – это цветы жизни. Во-первых, раз. А во-вторых, если можно поддержать, почему он должен быть инвалидом на всю оставшуюся жизнь? Ну, я слышала по новостям, передавали, что можно вносить любую сумму, то есть неограниченную. Через телефон? Да, либо через телефон, либо через там карты или что считаю. Сами принимали в нем участие? Раз принимала, но это была моя знакомая. Сбор денег для детей с помощью народа, как бы это актуально, потому что люди у всех, у каждого сердца есть частичка добра. Поэтому добро побеждает зло, поэтому даже если кто-то, как говорится, смс пришлет с 10 рублями, это будет большая помощь. Поэтому пускай дети будут все здоровы. Людей воспитывает к доброте, что они становятся добрее. Дети – наше будущее. Как мы будем себя вести, так и дети будут в будущем расти. И такими же добрыми должны быть. Это всегда важно – помогать детям. Тем более, когда у них нет людей, которые рядом могут за них ответственность нести. Почему бы нам, всем остальным, не помочь им? В городе профессии Кидвель прошла экскурсия для детей с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната номер 6. Чему научились дети, узнала Анжелика Келлер. Смотрите, мы можем строить здоровье, правильно? Сегодня мы с вами будем строительными камечками. Все по-взрослому. Малыши под руководством наставников выкладывают стену. Задача несложная, но ответственная. Работать приходится по схеме, главное – не ошибиться. Но детям нравится. Например, Ярослав Верязькин обещал, когда вырастет, построит новые школы и дома. Я строил дом. А ты бы хотела построить? Да. А что бы ты тогда построил? Ну, дом или что-нибудь другое. Другие мечтают работать в полиции. Но где еще, как не в городе профессии, покажут, как правильно снимать отпечатки пальцев и почему не бывает двух одинаковых узоров. В такой игровой форме для них намного проще будет узнать про эту профессию. Для них интересно в такой форме пробовать через игру, то есть и узнавать, что они могут делать, к чему у них предпочтения есть. То есть они уже будут сейчас думать о своем будущем, чем бы они хотели заниматься дальше. Его выращивать. Сначала надо землю немножко насыпать, а потом уже зернышки кладать немножко. Чем полезна облепиха и как вырастить овес? И на эти вопросы в теплице города профессии Кидвель дети получили ответы. Даже больше они сами смогли посадить растения. Очень полезно, потому что наши дети всегда мечтают быть почтальонами, строителями, парикмахерами. Здесь есть такая возможность попробовать это все. А также дети узнали, как работает почтальон и написали настоящее письмо. Кто любимой маме, а кто-то Деду Морозу. И загадал желание. Тем более до Нового года осталось совсем немного. Анжелика Келлер, Роман Хайрулин, Новости. В Сибири впервые выступил известный спикер Ник Вучич. Мотивационное шоу видели более 5000 человек. Среди них была и наша съемочная группа, и телезрители «Катунь-24». Подробности далее. Без рук, без ног, без ограничений. Так говорит о себе Ник Вучич. Пожалуй, самый известный миллионер планеты. Два высших образования, своя благотворительная организация, красавица-жена и двое сыновей. Еще Ник занимается дайвингом, серфингом, прыгает с парашютом и пишет книги. Неудивительно, что именно этот человек назван мотиватором номер один в мире. Но сегодня я вас хочу вдохновить на то, чтобы вы мечтали безграничными масштабами. Никогда не сдавались. И находили всегда в себе силы продолжать двигаться вперед, когда вы проходите через американские горки жизни, через все подъемы и падения. Ник Вучич провел уже больше 3000 выступлений в 83 странах. Успешнее и счастливее стали как минимум 8 миллионов человек. В Новосибирске Ник впервые. Увидеть его в экспоцентр приехали около 5000 зрителей. Среди них и люди с ограниченными возможностями здоровья. Дети из Кемеровского интерната. Они попали на мотивационное шоу бесплатно. Нашлись неравнодушные меценаты. Увидеть Никавуичичу повезло и подписчикам социальных сетей телеканала «Катунь-24». Это победители конкурса репостов Николай Дружинин и Анна Неваева. А также Юлия Шутий. Она стала лучшей по итогам фотомарафона «В тебе уверены». Его мы организовали специально к приезду известного оратора. Тут суперская атмосфера. Очень большое количество народу. И такие эмоции, просто их невозможно выразить словами. Очень здорово. Потому что видеть Никавуичича, это вообще, наверное, раз в жизни такой шанс предоставляется. На самом деле, это человек, который с большой буквы у них. И хочется многого достигать точно так же, как он. Потому что это просто позитив, это мотивация, это круто. Тем более, как раз сейчас в планах развития бизнеса. Я думаю, что этот толчок к сегодняшней мотивационной встрече мне даст. И будет мега круто. Что-то взять для себя. Хочется тоже брать с него пример, достигать каких-то целей. И научиться верить в себя. Полтора часа Никавуичич рассказывал свою историю и много шутил. Главный смысл выступления – заставить человека поверить в себя и в то, что каждый из нас особенный. Раньше в конце каждого шоу спикер обнимался со всеми желающими. Теперь, говорит, из-за проблем со спиной, может оселить не более 50 объятий за вечер. Обнять его и пообщаться лично удалось участникам закрытой пресс-конференции в экспоцентре. Там Ник рассказал о жене и детях, поделился секретом, как побороть страхи и научиться прощать обидчиков. Я говорю, я люблю тебя, я прощаю тебя, обними меня. Он говорит, че? И я обнял его. Мы стали друзьями. Поэтому ты никогда не знаешь, к чему могут привести иногда ситуации. Но коммуницировать и общаться в данном случае не надо. В планах у Никавуичича посетить Москву и Алматы. Затем отправиться домой, к жене и детям. К слову, сейчас Каная Меохара в ожидании девочек-близняшек. В скором времени Ник запустит онлайн-курсы, чтобы для мотивации не было временных и дистанционных границ. Анастасия Романова, Аджелика Келлер, Сергей Седых. Новости. Всемирная зимняя универсиада состоится в Красноярске в начале марта 2019 года. Сейчас в городе идет подготовка к соревнованиям. Оценить новые спортивные объекты удалось корреспонденту радиоканала Катунь-ФМ Анастасии Воробьевой. Она в составе делегации журналистов отправилась в Красноярск. Здравствуйте, коллеги. Пока я только приехала в столицу зимней универсиады, которая пройдет здесь в 2019 году. Погода здесь барнаульская, снега побольше раза в 2-3. Сегодня, в первый день пресс-тура, журналистам провели экскурсию по достопримечательностям города. А во вторник мы проедем по центральным площадкам проведения универсиады 2019. Мы покатаемся на коньках с Алексеем Ягудиным и сыграем дружеский матч в керлинг. Алтайбаскет провел серию домашних игр в рамках Суперлиги 2. Соперником подопечных Ромальда Сапетрониса стал Тобольский нефтехимик. Как прошли встречи и прервал ли Алтайбаскет серию из трех поражений подряд? Узнаете далее. Сезон для обеих команд складывается неудачно. Перед субботней встречей Алтайбаскет и нефтехимик обосновались в подвале турнирной таблицы. На седьмом и шестом месте соответственно. Однако причины невыразительных выступлений разные. Алтайбаскет взял курс на омоложение состава, а у нефтехимика серьезные проблемы с ротацией. Так, в Барнаул приехало только 8 баскетболистов-таболиков. Поэтому в субботней встрече больших проблем у Алтайбаскета не возникло. Барнаульцы уверенно выиграли 99-84. Проиграли подбор очень сильно. То есть на своем счете позволили сопернику дополнительно делать атаки. Раз. Плюс было достаточно много потерь, невынужденных потерь. Но опять же, возможно, на фоне усталости, потому что скамейка очень короткая. И там 7-5 человек играть очень сложно. То есть вчера еще два игрока у нас получили травмы. И сегодня мы играли практически в пятером. Ответная встреча оказалась для наших баскетболистов гораздо сложнее. К большому перерыву подопечные Ромальдуса Петрониса уступали гостям 6 очков. Решающей стала концовка заключительной четверти, когда при счете 82-81 в пользу гостей игрок нефтехимика Алексей Точилин не забил два штрафных броска. В ответной атаке Алтайбаскет наказал соперника за расточительность. Волевую победу барнаульцам принес Василий Рыженко, который стал самым результативным игроком Алтайбаскета, набрав 21 очко. Вчера мы сразу были мобильны, полны желания. Сегодня было с этим похуже. Возможно, усыпила бдительность то, что у них два игрока травмировались. Думали, будет прогулка. Но опять же, застрелено это внимание. Концовка показала, что у нас кое-что на месте все-таки. Играми с нефтехимиком Алтайбаскет завершил первый круг Суперлиги 2. Благодаря двум победам в серии барнаульцы поднялись в последней строчке турнирной таблицы. И начнут второй круг в хорошем настроении 15 декабря домашними играми с Магнитогорским Динамо. Владислав Кириенко, Дмитрий Гладких, Роман Хайрулин. Новости. Больше новостей о жизни Алтайского края на сайте katun24.ru. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин